На Пермском тракте под отчитом легковушка, вылетев навстречу, попала под самосвал. После жуткой аварии на дороге осталась лада, разорванная напополам, из которой вылетели и погибли двое мужчин, предположительно цыгане. С эсерти группа амбалов порвалась в бильярдный клуб, где отдыхали армяне. Избили их киями и запинали. Один из посетителей умер, второй в больнице. Под Режом резвая легковушка налетела на такси. Двое мужчин скончались в реанимации, их покалеченные попутчики в больнице. Одного из них на вертолете доставили в Екатеринбург. В Екатеринбурге же на Эльмаше резвый самосвал залетел под трамвай. Стекла в дребезге, но все живы. В Пероуральске 73-летняя старушка дважды пыталась поджечь военкомат, уверенная в том, что участвует в сверхсекретной операции «Зевс». На самом деле пенсионерку телефонные украинские мошенники сначала облапошили на 400 тысяч, а потом пообещали ей большой приз за поджог. Молодой екатеринбуржец Иван с друзьями отдыхал на Кавказе, катался на сноуборде на Эльбрусе, пока в дом, который снимали парни, не вломились какие-то мужики с пистолетом. Друг и земляк Ивана был ранен, а он сам получил смертельную пулу в голову. В Екатеринбурге совершенно голый мужчина бегал по дороге, пока урка в камуфляжной форме одним ударом в висок не свалила его на асфальт, отчего гражданин серьезно покалечился головой, с которой у него и без того были нелады. А у студента колледжа взорвался рюкзак. Сам юноша не пострадал, но сильно испугался.